Добрый вечер, это программа «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицки. Сегодня говорим о том, когда отопление дадут в жилые дома Первого райска. У нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Первого райска Сергей Гайдуков. Добрый вечер, спасибо. Здравствуйте. Сергей Сергеевич, я начну вот с чего. А добительный сезон уже начался, но с 16 именно сентября начнут подключать, насколько я знаю, жилые дома. Почему именно эту дату выбрали? Я знаю, что раньше оглядывались как-то на погоду, 5 суток там нужно было ждать, пока будет, значит, холодно. Как сейчас? Да, сейчас, в принципе, ничего не изменилось. Законодательство, если брать, то действительно холодная пятидневка имеет на существование право. Но у нас было разъяснение и письмо министерству о том, что орган местного самоправления имеет право, вправе сам определять дату начала отопительного сезона. Некоторые, конечно, может быть, жители и, учитывая вот эту теплую погоду, и, может быть, и против, но я хочу к нему обратиться и сказать, что мы все-таки все находимся, подключены к одной системе теплоснабжения централизованной. И от того, как мы дружно все подключим к теплу, настолько мы быстро его уже отрегулируем, гидравлический режим, и получим качественное теплоснабжение. Ну, то есть, ну, вот это тоже на погоду ориентируетесь? Да, мы в основном, да, но все-таки 16 число, я считаю, что это уже пора начать, потому что отопление сразу везде не появится. Это понятно. В этом году подключение происходит по какой-то новой схеме, потому что я вот смотрел на этот график, там. Это разные районы, отдельные дома в разных районах. Честно говоря, ничего не понял, пояснись. Да, тут, по сравнению с прошлыми годами, мы решили, ну, не мы, а технические специалисты СТК предложили новую схему подключения домов. Почему? Начиная, а потому что, учитывая то, что уже выполнены технические мероприятия, ну, то есть, тоже шабирование, да, посчитали, что правильнее с точки зрения технической, прежде всего, запускать дома от удаленных. В чем новшество? Да, новшество в том, что вот раньше, если мы запускали дома, начиная от теплоисточника, сейчас мы, наоборот, с периферии к теплоисточнику пойдем подключать. То есть, это вот Емлина улица, вот те районы 4-й, 5-я, 4-я микрорайоны, береговая. Так лучше, так быстрее? Так будет легче настроить гидравлический режим. Что касается настройки, что касается того шайбирования, о котором вы упомянули. В прошлом году, насколько я понимаю, эта процедура была не совсем удачна, неудачна для отдельных домов. Было несколько, люди мерзли, везде жаловались. Как вот в этом году, что можно сказать? Ну, специалисты СТК внесли некоторые коррективы в свои расчеты, достаточно ощутимые. Поэтому, все равно, я думаю, что проблемы останутся, но мы будем их оперативно решать. У нас было совещание с руководством СТК и мы, и энергосбыта, и мы пришли к соглашению о том, что в режиме реального времени, то есть не ждать там выходные, там утра, будут проводиться корректировки, вноситься, значит, изменения в задания на управляющие компании, они будут реагировать более оперативно. Я думаю, что таких, как в прошлом году, ситуации у нас не потарятся. Сколько времени реально понадобится на то, чтобы подключить жилые дома? Я имею в виду ситуацию, когда уже тепло будет в квартирах. Понятно. Да, мы всегда разбиваем на два этапа. Это первый этап – подключение к централизованной системе отопления, и второй этап – регулировка, наладка гидравлического режима. Первый этап занимает у нас по постановлению две недели, но на второй этап, я думаю, в идеале еще две недели, но до месяца. Ну, к сожалению, это так. Какая температура в квартирах должна быть, я имею в виду, уже там, где начался отопительный сезон? Да. Ну, нормативно это 20 градусов и 22 градуса для торцевых квартир, так говорится. Угловых, да? Угловых, да. Что жителям делать, куда жаловаться, если отопление все-таки пообещали, вовремя не дали? Ну, все как обычно. У нас в администрации создан телефон горячей линии, будет работать. Назвать можно? Да, могу назвать, конечно, в рабочие дни это 64-78-26, это специалисты коммунального отдела УЖКХ будут принимать. А в нерабочее время это телефон 64-30-70. Это специалисты ЕДДС, они будут принимать информацию и доводить уже до ответственных лиц. Что касается... Еще, ну, еще сразу скажу, можно, конечно, и 112, но я бы попросил им не пользоваться, потому что этот номер телефона все-таки для экстренной ситуации. Для экстренной ситуации. Да, да. Что касается квитанций, которые придут, будет ли перерасчет для тех, у кого тепла не будет, либо будет все-таки температура ниже вот этого минимума, который по закону положен? Ну, хочу сразу сказать, там, где установлены приборы учета квитанции придут, все-таки на то тепло, которое они получили, на количество тепловой энергии, которое реально получил дом. Если там нет приборов учета, да, там по нормативу будут выставляться, но чтобы получить перерасчет, нужно грамотно и правильно зафиксировать отсутствие отопления. То есть это... Это кто должен делать? Это должна и управляющая компания фиксировать по обращению гражданина, ну, и, конечно, гражданин может обратиться к нам, мы тоже будем выходить, у нас есть приборы учета поверенные, мы будем фиксировать это дело, но все-таки с управляющей компанией, потому что они являются исполнителем услуг, и в этом случае тоже. Я правильно понимаю, что жилые дома, большинство из них, по крайней мере, еще не получили паспорта готовности к отопительному сезону сейчас? Как тогда начинать отопительный сезон? Получение или не получение паспорта готовности, в принципе, не влияет на начало отопительного сезона. То есть это формальность? Нет, это не формальность, это говорит о том, что насколько качественно управляющая компания была готова к отопительному сезону, провела все работы, это уже выводы для... А паспорт дается тогда, когда внутренние вот эти системы дома готовы, да? Да, паспорт дается в строгом соответствии со 103 приказом Минэнерго. Одним из основных документов, которые должны быть предоставлены, чтобы получить паспорт, это акт готовности, который управляющая компания получает у ресурсника. Но ваши прогнозы все-таки они получат эти паспорта до 16-го? Вот на сегодняшний день у меня, в принципе, сомнений нет. Есть некоторые вопросы по домам, которые не имеют технической возможности, но по ним уже тоже принято решение, договоренность достигнута, тоже мы уже начали выдавать. Есть такие у нас дома двухэтажные, которые подвалов не имеют, промыть там, опрессовать затруднительно, но по ним уже тоже достигнута соглашение, договоренность. Если все-таки нет тепла, допустим, дали отопление, кому-то дали, кому-то нет, человек делает заявку, в течение какого времени эта заявка по законодательству должна быть выполнена? Если говорить строго о законодательстве, с момента обращения гражданина на горячую линию в течение 8 часов мы должны отработать. Другое дело, что реально выполнить эти сроки подчастую бывает невозможно. Почему? Перегружены специалисты? Ну, да, но там могут быть и технические проблемы. Не секрет, что во время запуска могут возникнуть и порывы трубопроводов, и внутренних, и внешних сетей. Но это может зависеть и как от управляющей компании уже дальнейшие действия, если… Так, и от сетевой организации, да. Что касается детских садов, школ, больниц, все ли запустили, на какой стадии сейчас эта работа находится? На сегодняшний день из 60 детских садов 48 запущено, по школам из… Так, прошу прощения, я ошибся. Из 60 48 запущено, и по школам из 26 и 20. Когда эту работу закончить? Эта работа… Почему некоторые не запущены? У нас в поселках есть такая техническая такая особенность, что невозможно запустить отдельно сады, детские сады и школы, и отдельно от домов, да. Поэтому мы совместно… Какие-то детские сады, они сами назначили начало отопительного сезона на 15 число, учитывая вот это потепление. Поэтому вот технических проблем на начало отопительного сезона в этих учреждениях нет. Хорошо. Ну, это оптимистично, я думаю… Да, по больницам вы еще спросили тоже, да. Ну, то есть вот на завтрашний день, по моей информации, планируется подключение, значит, родильного дома, перинатального центра, потом хирургического бокса и детской инфекционной больницы. Остальные корпуса детской больницы уже с теплом. То есть тоже это по графику можно считать? Да, все по графику. Хорошо. Спасибо вам за беседу. Спасибо телезрителям. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!